Хорошо, расскажем, как сегодня прошел первый рабочий день саммита 20-ки. Обсуждались три темы – энергобезопасность, продовольственная безопасность и ситуация в сфере мирового здравоохранения. Мы изложили наши известные и принципиальные подходы о тех причинах, которые лежат в основе сохраняющихся кризисных явлений в сфере энергопродовольственной безопасности, показали неблаговидную роль западных стран в создании этого кризиса. Об этом не раз говорил президент, в том числе описывая, что происходило, когда разразилась пандемия коронавирусной инфекции, когда западные страны напечатали многие триллионы необеспеченных денег для того, чтобы скупать продовольствие, медикаменты. И это только добавило остроты этому кризису, и, конечно же, сделано это было в ущерб развивающимся странам. Буквально пару недель назад, а может быть даже раньше, 10 дней назад, агентство Bloomberg опубликовало подробное исследование, в котором сделан конкретный вывод, что меры, принимавшиеся европейскими странами по укреплению своей энергобезопасности, привели к резкому обострению энергетической бедности в развивающемся мире. Мы высказались в пользу того, чтобы отказаться от политизации этих вопросов, прежде всего отказаться от использования энергетики для сведения политических счетов, как это наблюдалось долгие годы со стороны Евросоюза в отношении тех же северных потоков. Мы высказались за то, чтобы «двадцатка» занималась конкретными вопросами устранения любых дискриминационных и искусственных препятствий с мировых рынков энергоносителей, и предложили, наконец, открыть свободный, честный диалог между поставщиками энергии и ее потребителями. Посмотрим, какая будет на это реакция. По продовольствию в очередной раз, как об этом многократно говорил президент, показали возможности Российской Федерации в обеспечении стабильности мировых рынков зерна, прежде всего пшеницы, а также мировых рынков удобрений. Показали те препятствия, которые пока еще остаются на этом пути, вопреки достигнутой договоренности в рамках пакетной инициативы генерального секретаря о том, что ООН будет заниматься устранением препон на пути экспорта наших удобрений и зерна. Мы, тем не менее, несмотря на все эти сложности и санкционные ограничения, уже вывезли 10,5 тонн зерна, в основном пшеница, около 8 миллионов тонн, 60% примерно в Азию и около 40% в африканские страны. Ну и, наконец, по здравоохранению высказались за активизацию международного сотрудничества, по повышению готовности к инфекционным заболеваниям, в том числе подобным пандемией коронавирусной инфекции, поддержали усилия Всемирной Организации Здравоохранения, как главные международные структуры по координации ответа мирового сообщества на вот эти вызовы в сфере здравоохранения, в сфере угроз населению планеты, поддержали идею создания между Всемирной Организацией Здравоохранения и Всемирным Банком фонда, который должен особо заниматься нуждами развивающихся стран в этой области. Говорили мы и о необходимости реализации имеющихся решений, о том, что вакцинация должна быть всеобщим достоянием. Мы привели примеры, которые характеризуют несоответствие реальной картины заявленным целям, в частности, из-за разрыва в подходах к вакцинации, ее уровень в развитых странах составил 60%, а в развивающихся около 5%. Еще одно наше предложение заключалось в том, чтобы отказаться от монополизации фармацевтических рынков. Мы напомнили о том, что российская вакцина «Спутник Ви» была первой разработанной вакциной, и несмотря на то, что ее регистрация и по линии Всемирной Организации Здравоохранения, и по линии Еврокомиссии искусственно тормозилась, доказала свою эффективность более 95% и успешно поставлялась в 70 государств. И последняя тема, которая в контексте здравоохранения звучала, мы затронули проблему биологической безопасности, прежде всего в контексте той военно-биологической активности, которую Соединенные Штаты по программам Пентагона развернули в десятках стран во всех регионах мира, особенно на пространстве Евразии по периметру границ Российской Федерации и Китайской Народной Республики. И отметили, что наши попытки разобраться, все-таки чем же там занимаются эти военные биологи, наталкиваются на сопротивление и в рамках Конвенции по запрещению биологического оружия, и в рамках Совета безопасности ООН, где мы недавно этот вопрос поднимали. Но будем продолжать добиваться создания эффективного, транспарентного, контрольного механизма за подобного рода программами. Ну и на полях состоялось немало коротких бесед с участниками от самых разных стран. Могу потом поподробнее вам об этом рассказать, если будет интерес. Продолжение следует... Да, работа на ней практически завершена. Одобрять этот документ будут по итогам завтрашнего заседания, на котором будет рассматриваться тема цифровизации. От нас будет участвовать Антон Силуанов, министр финансов. Декларация, о которой идет речь, охватывает все направления, которые обсуждались, и продовольствие, и энергетику, и здравоохранение, и цифровизацию. Да, наши западные коллеги всячески пытались сделать эту декларацию политизированной, и пытались протащить формулировки, которые предполагали бы осуждение действия Российской Федерации от имени всей двадцатки, то есть включая и нас самих. Мы настояли на том, что если уж так хочется обязательно эту тему затронуть, хотя она никоим образом не касается повестки дня и компетенции двадцатки, то давайте будем поступать по-честному и давайте зафиксируем, что по этой теме у нас есть различия. Да, идет война на Украине, гибридная война, которую Запад развязал, и которую он готовил долгие годы, начиная с того момента, когда поддержал приход к власти в результате госпереворота откровенно российских неонацистских сил. С тех пор НАТО активно осваивало территорию Украины, проводя учения, поставляя оружие, ну вы знаете, как дальше развивались события, включая саботаж минских договоренностей, включая начало подготовки к военной операции против Донбасса. Поэтому в проекте декларации содержится ссылка на то, что состоялся обмен мнениями по этим вопросам. Стороны подтвердили свои позиции, которые излагались неоднократно в Организации Объединенных Наций, в том числе и в Совете Безопасности, и на Генеральной Ассамблее, в частности при принятии последней резолюции Генеральной Ассамблеи, которая голосовалась, она не была единогласной, и четко подтвердили, что у всех были свои оценки, которые там были изложены. Запад добавил фразу, что вот мы, многие делегации, осудили Россию, мы записали, что были изложены и альтернативные точки зрения. Мы считаем, что этого вполне достаточно, потому что внедряться в эту тематику глубоко, это совсем не дело группы 20. Здесь надо заниматься конкретными вопросами по приведению в нормальное состояние киевского режима с тем, чтобы он прекратил заниматься продвижением русофобской, российской политики. Я в своем выступлении поинтересовался, что бы делали, скажем, наши западные коллеги, если бы Бельгия запретила французский язык, точно так же, как Украина запретила русский во всех сферах без исключения, либо что бы делала Великобритания, если бы Ирландия запретила английский язык. Ответов не было, как вы понимаете, но я считаю, что если Запад был настолько одержим своей идеей и пытался, наверное, использовать этот заход для того, чтобы сорвать двадцатку, сорвать принятие декларации и потом в этом нас обвинить, то ему это не удалось. Первый канал, пожалуйста. Здравствуйте, спасибо. Иван Прозоров, Первый канал. Продолжая тему, удалось ли в итоге США превратить саммит Большой двадцатки в такую антироссийскую исключительную площадку, подменив глобальную повестку саммита? И то, о чем вы как раз говорили за закрытыми дверями во время этих коротких встреч, звучали ли мнения, голоса стран, которые приехали действительно для обсуждения важных вопросов и проблем? Вы знаете, ну, вся основная работа по тем важным проблемам, которые стоят на повестке дня двадцатки, она проходила последние дни на уровне экспертов, на уровне министров, и она, эта работа отражена, ее результаты отражены в содержательных частях декларации. Что касается украинской темы, то и Соединенные Штаты, и все их союзники в ходе дискуссий сегодня отметились достаточно агрессивно, обвинив Россию в, как они говорят, неспровоцированной агрессии против Украины. Вообще, знаете, чем чаще они говорят неспровоцированной агрессии, тем больше, наверное, все убеждаются, что агрессия-то была спровоцирована как раз ими, и является это не агрессией, а является операцией по защите законных интересов безопасности России, на границах которой создавались военные угрозы для нашей страны, и является операцией по защите русского населения Донбасса. Мне, знаете, какая пришла в голову параллель? Вот мы раньше, когда собирались в Советском Союзе на партийные собрания, ну, даже не мы в МИДе, а, скажем, на каком-нибудь производственном предприятии обсуждают задачи выполнения пятилетки. Вроде бы сугубо производственные темы, но было признаком хорошего тона перед началом дискуссии обязательно заклеймить американский империализм. Вот наши западные коллеги примерно так сейчас подходят к повестке дня двадцатки. НТВ. Сергей Викторович, в продолжении этого вопроса, мы всегда говорим о том, что нас поддерживают те страны, население которых примерно составляет три четверти планеты, и поддерживают в том числе те позиции построения многополярного мира, которые озвучил Владимир Кусин к Малдайскому форуму. Понятно, что в экономической связи бороться с транснациональными корпорациями, наверное, сложно, да, по мнению, так сказать, глобального мира. Как поддерживают военные, мы можем видеть в рамках там совместных учений, а как это происходит у дипломатов? Что вот удалось здесь, на форме большой двадцатки, с кем поговорить, с чьей поддержкой заручиться в информационном поле, в дипломатическом поле, и как это вот может выглядеть в будущем? Спасибо. Ну, собственно говоря, ответ очень простой. Никто, кроме Запада и его ближайших сателлитов, не присоединился к антироссийским санкциям. И все страны третьего мира, касаясь этой темы, ее невозможно не касаться, потому что Запад делает приоритетом обязательное вбрасывание украинского сюжета в любые дискуссии. Страны третьего мира призывают к мирному урегулированию, призывают к скорейшему достижению договоренности. Ну, они прекрасно знают, что тормозит этот процесс Украина, который в том числе законодательно, указом Зеленского, запретил вести переговоры с Российской Федерацией. Поэтому вопрос этот не к нам. Так я, собственно, и сказал сегодня в ходе коротких бесед с президентом Макроном и с канцлером Шольцем. Условия очень простые. Одобрены были в пакете. Первый вывоз украинского зерна, он осуществляется после того, как украинские вооруженные силы использовали гуманитарный коридор для вывоза зерна в военных целях. Мы приостановили осуществление этой операции, но затем украинцы подтвердили, что больше так делать не будут. Наши турецкие коллеги, да и западные коллеги имеют понимание, что они должны удерживать Украину от подобных неприемлемых действий. Вторая часть сделки была – это снятие препятствий на пути вывоза российского зерна. И здесь надо отдать должное секретариату ООН, лично генеральному секретарю. Они стараются как могут, но вот прошло пять месяцев, пока практических результатов, по большому счету, не достигнуто. Но сегодня на встрече генеральный секретарь рассказывал о тех обещаниях, которые ему, в том числе на бумаге, передали Соединенные Штаты и Европейский Союз. В них, как бы, изложены, ну, я бы сказал, благие намерения. Если они реализуются, то препоны на пути вывоза наших удобрений и зерна будут сняты. Но все ведь дело не в бумагах, а в том, как они будут выполняться на практике. Нас заверяют устами генерального секретаря, а он ссылается на западных коллег своих, что все экономические операторы, которые участвуют в обеспечении цепочки поставок российских удобрений и зерна, получают сигналы, успокаивающие их, в том плане, что они не будут подвергаться санкциями. Санкциями, если станут взаимодействовать по реализации торговых сделок с нашим зерном, включая заход российских кораблей в европейские порты, включая заход иностранных судов в наши порты, включая обеспечение полноценной работы Россельхозбанка и, включая, конечно же, обеспечение нормальных страховых ставок. Вот все обещания изложены. Надеюсь, что они будут исполняться. По крайней мере, генеральный секретарь сегодня клятвенно заверил, что это для него приоритетный вопрос. Что касается моего вопроса, западные партнеры все-таки есть ощущение, в последнее время меняют риторику относительно отношений с Россией. Мы все-таки начинаем слышать такие слова, как мир, переговоры, вот сейчас проблемы в ЕС с принятием нового пакета санкций. Чем вызваны такие времена и чего можно ждать? Вы знаете, мне трудно судить чужая душа потемки и особенно душа Евросоюза. Там потемки очень густые, если они иногда развеиваются, то ненадолго. Поэтому, как я уже сказал, сегодня была краткая беседа с президентом Макроном, который подтвердил свой настрой на продолжение контактов с президентом Путиным с целью поиска каких-то договоренностей, которые позволят урегулировать всю ситуацию, как он выразился. Но я напомнил о том, о чем я только что вам сказал, что все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны этой ситуации. Добрый день, Ксения Шакал, информационное агентство «Спутник. Путина». Евросоюз официально запустил тренировочную миссию для украинских военных на своей территории. Данная программа предусматривает подготовку 15 тысяч военнослужащих. Как данное решение может сказаться на дальнейшем развитии украинского кризиса и делает ли запуск данной программы Евросоюз окончательно прямым участником конфликта на Украине? Спасибо. Ну, я считаю, что Евросоюз и НАТО уже давно являются гибридными участниками гибридного конфликта, гибридной войны на Украине. Это и поставки вооружений, и тренировки, подготовка военнослужащих, это и помощь в предоставлении огромного количества разведданных, это и участие в определении целей, как вы знаете, американцы этим занимаются, это и работа инструкторов на земле, не говоря уже о тысячах наемников. Если касаться конкретного решения Евросоюза о запуске этой военно-тренировочной миссии, то здесь какое-то раздвоение сознания происходит, потому что параллельно с этим, как я уже говорил, и президент Макрон, и канцлер Шольц, и другие лидеры европейских стран говорят о необходимости перехода к мирному урегулированию. Такое, знаете, какое-то политическое, как я уже сказал, раздвоение личности, или, как сказал президент Путин, специфические, нетрадиционные формы международных отношений. Но мы к этому привыкаем, всякое происходит. Сергей Владимирович, добрый день, телеканал «Звезда», Кавишников Константин, скажите, пожалуйста, лично вы видите сигналы Запада Киеву о возобновлении мирных переговоров с Украиной, и на ваш взгляд, что должно произойти, чтобы они наконец состоялись? Ну, я не могу ходить по кругу. Мы многократно устами президента подтверждали, что мы не отказываемся от переговоров, и если кто и отказывается, так это Украина, и чем дольше она будет отказываться, тем труднее будет в конечном итоге договариваться. Насчет сигналов Зеленскому со стороны Запада, мы читаем различные сообщения со ссылкой на некие анонимные источники, слухи бродят о том, что вроде бы американская администрация говорит Зеленскому, чтобы он был позговорчивей, потом тут же уточняется, что это не для того, чтобы он действительно вел себя конструктивно, а для того, чтобы снять возражения с той части западного мира, который начинает сомневаться в необходимости поставлять ему дополнительные вооружения. Из выступления Зеленского, которое было весьма интересным, сегодня на заседании, председатель 20-ки принял решение дать ему выступить. Выступление было в записи, длилось 20 минут, хотя каждому участнику давали примерно 3 минуты, с тем, чтобы все успели высказаться. Зеленский выступал 20 минут, перебить его было невозможно, потому что это была запись, выключать запись, видимо, не захотели, но из его выступления я вынес только один вывод, что он никаких западных советов пока не слушает. Ну и не буду перечислять все, что он сказал, была воинственная риторика, русофобская, агрессивная, но лучше всего содержание этой речи и состояние этого человека характеризует его фраза, не очень к месту ввернутая, но произнесенная. Он сказал, что высадка союзников в Нормандии в 1944 году стала переломным моментом во Второй мировой войне. Делайте выводы сами. Замешающий вопрос, пожалуйста, ТАСС. Сергей Викторович, Рима Крым, Адинство ТАСС. Я хочу частично ответить на мой вопрос, но хотелось бы добавить, сегодня газета «Политика» сообщила, что ГАЗДЕК готовит почву для возможных переговоров между Россией и Украиной с вступлением зимних холодов. Обрабатывать какие-то контакты в практическом плане, возможно, с Вашингтоном? Я... Так, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. И вчера вы провели разговоры с Челушавой, однако никаких подробностей ни с той, ни с другой стороны не приводилось. Не могли бы вы рассказать, о чем ушла речь? И готовится ли очень контакт ваш с Челушавой? Спасибо. Насчет сообщения о том, что якобы американцы какие-то там переговоры готовят, эти слухи постоянно всплывают, а также с таким же успехом потом исчезают. Мы на это уже не реагируем. Мы хотим увидеть конкретные свидетельства того, что Запад всерьез заинтересован в дисциплинировании Зеленского и объяснению ему, что так продолжаться не может, что это не в интересах украинского народа и его самого. Относительно беседы с Челушаглу мы обсуждали как раз подготовку итоговой декларации 20-ки, в том числе раздел, который посвящен зерновой сделке. Ну и насчет точного контакта с ним мы его не планируем, потому что он только сегодня состоялся. Спасибо. 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 Спасибо.